Россиротпром Возвращаются родителям, то есть это ноль, статистически ноль, никакой работы на восстановление семьи нет. Куда идут эти дети? Большинство идет к родственникам под опеку, что неплохо. 25% идут в интернат, в учреждения, и они пополняют Государственный банк данных о детях, оставшихся в обеспечении родителей, которые являются потенциалом для усыновления. Ну вот такой, фактически, как говорят иностранцы про нас, детский магазин, где не для детей товары, а дети товар. К нам в общественную палату не так давно приходили очень высокие чины МВД. Или сделайте что-нибудь. Постоянные аферы с сиротскими квартирами. Ребенок должен накачивать интернат, выходить, за ним закреплена площадь, квартира, ему дают диагноз глубокую умственную отсталость и на всю жизнь запихивают во взрослый психоневрологический интернат. Квартиру приходят. Есть 100 способов. И это тоже. Ну и, конечно, гуманитарная помощь, которая на бедных детей поступает. И кто отслеживает, по адресу она или нет. И как ее, извините, разворовывают. То есть это вот Россиротпром, каждый ребенок-сирота, это акция. Причем золотая. Как сделать так, чтобы в России не было бездомных детей и каждый нашел свою семью? Всю социальную систему, мы сегодня об этом говорили, надо поворачивать на восстановление кровной семьи. На возврат ребенка кровным родителям. Как делают в Эстонии Наталья Умарова, центр. Ну вот пришлось отобрать. Помещают в опорную семью, не в приют какой-нибудь, где другие его плохим вещам обучат. И это опорная семья, которая сама является социальными работниками. Работает социальная служба, опорная семья и кровная. На восстановление, на возврат постепенный, на реабилитацию кровной семьи. Вот на это направлено. Это надо. И, конечно, если уже это невозможно, то любая форма, но для ребенка, для его развития, просто необходим значимый взрослый. Даже грудной младенец, который родился, и которого мама кормила первые дни, а потом бросила и убежала, ну как она, бросила и оставила, и он лежит в кроватке, и к нему подносят бутылочку, он не имеет вот этого вот стука материнского сердца и тепла. Это так вредно для развития ребенка. В первые дни, в месяц его развития, они лишены. Почему не отдать патронатным, нанятым кормилицам? Сразу же. Многие бы хотели и заработать, и все. И будет этот стук сердца женского, и он будет чувствовать, что он, вот тепло это, ребенку это нужно. Патронатное воспитание – это альтернатива усыновлению или подготовка к нему? Ни то, ни другое. Есть очень много детей, их примерно 70-80 тысяч. Я же говорю о детях-сиротах. И добавим сюда 1200 детей, которые не сироты, а родители, они просто сданы, например, с ограниченными возможностями здоровья, они не могут быть ни усыновлены, ничего. Это просто дети, которым нужно обеспечить воспитание и вырастание в обстановке типа семейной. А типа семейной – это значит, пусть даже нанятый за деньги государством, но воспитатель, который у него постоянно, один-два, то есть значимый взрослый. Это жизнь в социальной среде, а не в изоляции этого интерната. Когда они даже денег никогда в жизни не видели, они посуду никогда не моют. То есть он должен вести нормальную жизнь. Это сделали, кстати, в Словакии. Сколько-то лет назад приняли закон, что детский интернат не более семи детей. Для наших-то где 500, 400, 300, 200. И дали два года на перестройку. Прекрасно. У нас это называется семейная воспитательная группа. Но их надо вводить. Удивительный эффект получился. Дети, подростки стали жить просто в городе, в старой среде. Да, вот с воспитателями, с значимыми взрослыми, но они живут в социальной. Нет этих пьяниц, нет этих. И они нормальные ребята. Они, конечно, интересуются своими кровными родителями. Они их находят. Они начинают с ними взаимодействовать. Они реабилитируют своих пропащих мам и пап. И те восстанавливают родительские права, и уже нет терраты. Из государства снимается большая экономия. То есть, обратный эффект. Дети, подростки начинают благотворно влиять на своих родителей. Когда они сами вырастают, не изолированы где-то по углам интернатам. А вот здесь же, среди нас. Продолжение следует... Продолжение следует...